всем добрый вечер всем здравствуйте меня зовут челебеева анастасия и у нас сегодня продолжение темы эфиров по эйсбэйс по новым базам как мы обещали сегодня мы будем работать с эйсбэйс и декорациями конкретно nail dress и всем здравствуйте покажу еще сегодня раз все базы вдруг кто-то пропустил прошлое наш эфир и не видел добрый вечер и дальше мы уже у меня сегодня модель дальше мы на модели уже с вами поработаем какой-нибудь из баз здравствуйте не будем долго затягивать переворачиваемся и отключаем фильтр так сейчас выставим свет у нас сегодня модель аляна модель мы подготовили здесь мы сняли покрытие принципе маникюр такой экспресс сделали чтобы не затягивать с эфиром то есть подготовка у нас стандартная снятие покрытия шлифовка придание формы свободному краю маникюр все это уже сделано здесь мы будем работать уже конкретно с базами я сейчас обезжирю пока он будет выветриваться я как раз покажу вам все базочки что такое эйсбэйс давайте поговорим с вами так телефон не чуть подниму и лучше приближу что такое эйсбэйс давайте поговорим с вами это базы это гель лаковые но очень жесткие базы практически гелевый у них каркас новая формула новый продукт безумно полюбившийся уже наверное всем кто его пробовал их вышло шесть оттенков и этот продукт ну вот он просто волшебный по-другому не скажешь так напишите что у нас со связью все видно все слышно оттенки смотрите очень достаточно такие пастельные красивые очень востребованные в зиму как раз самое то не стали делать что-то пока ярко то есть первая пробная партия у нас такая пастель оттенки очень востребованы и мы сегодня будем конкретно разговаривать с вами по белой базе почему потому что эйсбэйс отлично подходит у нас для того чтобы крепить слайдеры то есть nail dress nail crust и крепить их без использования как подложки слайдер топа то есть эйсбэйсы они имеют достаточно хорошую клеевую не клеевую достаточно хорошую дисперсионную пленку для того чтобы прям на них клеить сам слайдер сверху конечно технология вся остается прежней но тем не менее тем не менее вот вторую неделю нашу белый оттенок отлично выдерживает вот то что я и говорю базы очень крутые как в прошлом эфире эфире говорила катя что база даже так негласно назвали базы для домохозяек то есть базы которые выдерживают все выдерживают все возможные нагрузки за счет того что они имеют жесткий каркас давайте по консистенции по консистенции это что-то ну мне напоминают наверно медиум базу то есть это не густые базы как файберы файбер база вы знаете у нас да они такие за счет частичек файбера стекловолокна они густенькие эти базы они пожиже во первых у них консистенция смотрите такая за счет того что у нас цвет у нас пигмент эти базы плотно пигментированы если базы делать гуще просто-напросто они не будут просыхать поэтому нет в этом смысла нам нужны базы которые будут комфортны в работе поэтому если вам нужна высота побольше то есть ноготочки потолще то вы работаете просто в две капли добрый вечер и так по порядку давайте поехали прям выкрашу вам их на палитру покажу оттенки эйсбейс гель 01 это бежевый такой приглушенный красивый бежевый оттенок смотрите какой красивый буду показывать прям поближе очень красивый оттеночек планируем выпуск бас в объеме 15 миллилитров чуть попозже но планируем пока речь только за 15 30 не могу сказать еще возможно если на них будет очень большой спрос и запрос будет большой то возможно и дальше уже 30 пойдут дальше 02 02 это лавандовый цвет у меня на самом деле вот осень когда они только-только вышли они у меня сначала стояли потому что оттенки такие пастельные еще в начале осени хочется чего-то яркого и поэтому первое время не понимали базы сейчас когда их распробовали когда уже начался сезон таких пастельных приглушенных оттенков у меня эти базы на расхват огонь да согласна надо брать надо брать срочно вы помните да что в прошлом эфире мы говорили что вторая партия достаточно тоже небольшая поэтому если кому-то срочно про запас или просто попробовать не тяните с этим базы еще будут но чуть-чуть попозже 0 3 оттенок это розовый можно наносить на такие длинные ногти как у вас девочки лучше лучше не забывать о том что все таки это гель-лаковые базы длина которая в принципе у нас допустимо для ногтей гель-лаковых для гель-лаковой техники она допустима и для этих баз длина которая уже подразумевает собой гелевое моделирование соответственно лучше не рисковать потому что как не крутить да это жесткий каркас но тем не менее ну гель-лаковая сок of система она все-таки это не гель это не жесткий материал это не жесткий материал и все-таки не надо путать моделирование укрепление жесткая гелями акригелями классическая система и базами какими бы они жесткими не были но все-таки базы есть базы если вам нужна большая длина переходите на классику переходите на гель и акригеля гель и акригеля большая длина пожалуйста носится просто любовь любовная для меня 0 4 sbs это серый это серый очень такой тоже красивый серый оттенок не яркий не бледный вот идеальный серый на мой взгляд 0 5 это такой знаете приглушенный фиолетовый темный я даже не знаю я его называю грязный фиолетовый но потому что такой цвет сложный но очень красивый тоже многим полюбился сложно красивый фиолетовый оттенок темный фиолетовый оттенок то есть если это прям лаванда то это более темный оттенок ну и конечно финал очка это 0 6 оттенок белый белого на самом деле многие боятся потому что белый как правило вот в таком формате он всегда там полосит не выравнивается девочки здесь белый он шикарен он не кипельно белый он не прозрачный как файбербазы то есть он имеет плотный но при этом не кипельный оттенок очень красиво и вы видите на самом деле он не полупрозрачный он не полосит то есть оттенки все плотные если будут базы гуще то представляете вот это вот пигментированность смотрите даже на просвет видно да что они плотненькие вот эта пигментация этот пигмент он не даст просто базам просыхать поэтому консистенцию гуще нельзя но консистенция на мой взгляд идеально она быстро самомоделируется и с ней очень классно работать единственное просто не нужно долго их туда-сюда гонять выровняли быстренько и в лампу выровняли в лампу не получается лучше в два слоя сделайте если допустим как в прошлый раз мы делали на екатерине трамплины трамплины прям вот кто помнит прошлый эфир прям трамплины у кати плюс у нее достаточно поврежденные ногти были потому что помните да она на них очень много экспериментировала вот такая трамплина образная ногтевая пластина можно даже в три слоя наносить главное не в один чтобы не растекалась у вас такая палитра девочки икея икея давайте по подготовке по подготовке что у нас идет в подготовке все стандартно как я уже сказала что подготовка стандартная ничем не отличается от обычной подготовки в гель-лаковой системе то есть вы оформили все вы зашлифовали ногтевую пластину придали свободному краю форму сделали маникюр и дальше работаете в чем еще особенность этих вас в том что эти базы они в действительности не требуют нанесения базы база жидкой базы прозрачной базы они у них очень хорошая адгезия и эти базы могут наноситься без жидкой подложки без тонкой подложки это база если я не ошибаюсь вот этот бутылек у нас 9 миллилитров стоит они 900 рублей так вот если вдруг вы знаете что клиент какой-то конкретный ваш постоянный клиент плохо все носит вы можете нанести в качестве подложки жидкую базу нашу обычную но тем не менее в основном своем случае они не требуют тонкой подложки здравствуйте тема эйс бейсы давайте еще раз на всякий случай обезжирим потому что мы тут сегодня и кремами баловались мы чем только не баловались поэтому все сделаем по-хорошему как работаем ультрабонд nail prep берем обязательно но это стандартный набор стандартные стандартные материалы которые мы используем nail prep у нас при гель-лаковом моделировании идет в зону кутикулы чтобы не пересушивать ногтевую пластину ультрабонд на свободный край у нас ультрабонд сейчас очень липкий мы тут случайно его разлили ультрабонд разлитый конечно это что-то с чем-то снимаются базы либо фрезой либо фрезой вообще идеальный вариант либо размачивание до конца из-за того что они жесткие плотно пигментированы нужно держать подольше поэтому в принципе вы можете замочить то есть нарушить верхний слой замочите и буквально там 5-7 минут 10 минут и аккуратненько просто обычной пилочкой обычной пилочкой остальную часть зашлифовать из-за того что они размякли они очень удобно вот прям как по маслу начинают практически скатываться поэтому чтобы не ждать очень долго 20 больше минут для размачивания можно такой способ испробовать бывают продукты на вайлбереседа на озоне но не все девочки вы должны понимать что самые ходовые продукты они туда просто даже не успевают попасть так работаем с белой специально покажу вам белую базу наносить буду в два слоя что в них классного это то что даже если у вас получается плохо моделировать если вы ну допустим только начинающим мастер и еще не не ас в моделировании в архитектуре или еще лучше вы сами себе там наносите неудобно некомфортно и так далее даже если будут погрешности у этих баз в моделировании вы нанесете в два тонких слоя они будут стоять будут стоять у них классный жесткий каркас так кисточку тонкую отыскиваю отыскиваю сказала да слово мое фирменное новое слово ищу я подведу тонкой кисточкой под кутикулу боковые валики не буду ударяться сильно глубоко чтобы под камерой не поплыло никуда все время переворачиваете видите тонкий слой 1 я нанесла такое ну не совсем плотненький потому что в принципе у меня будет второй слой и мне пока не нужно я нанесла как подложку я нанесла как подложечку когда у вас два слоя так же как и ствини у вас и цвет будет плотнее и плюс вам меньше придется возиться с выравниванием то есть когда вы наносите таким образом базы у вас они самовыравниваются достаточно хорошо слой не толстый и комфортно при этом моделировать база жесткая да несмотря на то что ногти на левую тонкие нет ни кератиновые девочки это акригель я вас удивлю но это акригель и верхние формы наши верхние формы миндаль этот ноготок понятно что это выкладной french это наш акригель milk это новогодние наши декорации смотрите какие они классные как прикольно смотрятся здесь тоже кстати новогодние декорации тут и старые и новые вообще прям просто вау решила поиграться этот раз вот так вот поэтому это акригель milk и верхние формы верхние формы миндаль вот такие ноготулю можно получить при помощи этих материалов ультрабонд мы наносили на свободный край подложку и базу жидкую мы не наносили эти базы носятся и без подложки и второй слой второй слой я прокрашиваю тоненько прокрашиваю тоненько на нашу базу с ворсинку берем вы видите даже в два тонких слоя по факту база перекрыла линию улыбки линию гиппанихия то есть вообще вот по плотности даже не сомневайтесь базы очень крутые они достаточно плот плотные мы даже цветными базами я перекрывала молочный акригель и наоборот цветной акригель белая база очень легко спокойно перекрывает лично мне смотря какая ситуация когда делаешь сам себе особенно левой рукой правую наверное верхние формы очень удобны плюс зависит от клиента смотря какой клиент и какая ситуация когда нужно экстренно быстро то мне верхние формы конечно удобнее когда у меня есть время есть вдохновение есть скажем таки желание потворить повытворять то нижние формы я люблю нижние формы то есть с появлением верхних форм не значит что я откажусь от нижних я люблю нижние я знаю что допустим выкладной french мне проще делать на нижних формах клади именно выкладной french потому что пеленная линия улыбки для меня она все равно другая хотя знаю что делать можно и на верхних формах но вот мне ближе я гелевик я конкурсный мастер мне это ближе мне это удобнее верхние формы допустим вот форму балерин когда мне смоделировать проще было на верхних формах но идеально получается и достаточно несложно при том что у меня достаточно такие ноготки своеобразные у меня верхняя часть узкая до точки в рост так точкам роста у меня расширяется ноготь ну такая трапеция немножечко хотя ногти сами длинные красивые но вот мне было удобно мне было удобно вот так в принципе есть курс да есть онлайн курс по верхним формам напишите или в директ сюда екатерине либо вы не можете написать в директ на имя school онлайн на имя official вам подскажут что и как как приобрести курс по верхним формам вы можете мне в директ написать конкретно и я вам тоже подскажу как можно дам ссылку на курс верхней формы в курсе достаточно много информации разные всевозможные представлены представлены уроки до курс ведет аня колод курс онлайн верхней формы ведет аня колод поехали что дальше к чему мы сегодняшний эфир вообще сделали мы сделали мы все смоделировали у нас достаточно тоненько прям смоделирована никаких никаких там толстых ноготочков нет видите да у нас во первых длина достаточно небольшая и толщину делать нет смысла никакого так вот так вот идеальный вариант идеальный вариант это слайдеры сразу на эйсбэйс у них классная дисперсионная пленка которая позволяет крепить слайдеры сразу сразу на дисперсию то есть первый этап мы можем опустить дальше уже мы ультрабон слайдер топ все стандартно но первый этап мы можем опустить первая ручка какую ручку надо для скрина девчонки напишите со что мне в директ я вам сфотка если надо хорошо декорации все если нужно я распишу какие использовала но в принципе это и так видно дальше вырезаем тот участок который нам нужен ну вот какой хотите элемент такой и сделаем в принципе можно вот такой на цветных базах тоже все очень круто стоит вот мне нравится вот такая вот девочка не факт что она у нас вся поместится потому что ноготок не очень большой ну давайте попробуем будет у меня юлечку ходить красиво размачиваем все стандартно смотрите все стандартно я на водичке размачиваю слайдер только сейчас я не не наношу слайдер топ а буду клеить прям не после непосредственно на дисперсию эйсбэйс эфир да сразу мы сейчас сделаем фото для заставки сразу сохраним стойкость стойкость шикарная шикарная обожаю наши гели обожаю наши базы то есть базы у меня клиенты меньше трех недель не ходят сразу говорю гели меньше четырех недель у меня не ходит то есть клиент даже не видят смысл зачем снимать если все стоит естественно конечно другой вариант когда нужно что-то переделать или сломали ноготок а так стойкость всего просто просто потрясающе поэтому и работаю столько лет на нашей продукции поехали и сразу сразу клею декорацию на ноготок все разравниваю поправляю смотрите все разровняла все поправила апельсиновой палочкой можно коррекцию стандартно то есть вы вы же наносили делали коррекцию наносили это все на какую-то уже имеющуюся подложку если нет то в принципе спиливаете смотрите спиливаете просто как обычно цвет спилили даже если у вас остатки остались если вы делаете коррекцию при помощи аппарата даже если у вас остатки какие-то остались небольшие у них такая плотность что они друг друга перекроют если вы будете спиливать снимать так чтобы сделать прозрачные ноготки или какую-то камуфлирующую базу другую там уже да там нужно там нужно снять по-другому смотрите у нас есть тут недопиленный ноготочек недопиленный ноготочек вот давайте вам покажу даже в тонкий слой видите там розовый цвет да то есть даже в небольшую толщину смотрите цвет шикарно все перекрывает видно да тот розовый снизу его не видно даже если я вытру сейчас и белым покрою смотрите то есть если вы корректируете базу цвет на цвет вот из бейса не обязательно снимать ее под ноль если вам нужно будет нанести какую-то камуфлирующую базу светлее допустим там или прозрачную там да вы можете просто спилить аккуратненько снять размачиванием под ноль просто как обычно смотрите видно да переживаете чтобы не повредить ногтевую пластину нанесите вы тонко базу прозрачную да да из бейсов да если вы знаете что вам придется под ноль снимать потом то есть здесь уже смотрите сами но вообще коррекция обычно не досняли вы базу ничего страшного сверху цвет этой же базы перекроет все я не знаю мне не возникает проблем с тем чтобы скорректировать просто обычная коррекция смотрите подсушиваем немножечко в лампе несколько секунд до 4 недели вообще все все прекрасно так поехали обязательно растворяем сам слайдер ультрабонда обязательно 30 секунд буквально на воздухе если у вас попал вдруг слайдер под кутикулу можно взять nail prep и вот таким вот образом смотрите я капнула и апельсиновая палочка убрала излишки из-под кутикулы очень хорошая вещь и очень выручает ультрабонд и nail prep они отлично растворяют остатки слайдера только nail prep не оставляет следов его можно наносить даже в кутикуле до под 0 если вы делаете коррекцию и так и так все и с бейсами то под 0 наносить не нужно вот под 0 снимать не нужно так туда я только что дело слайдер топ я а ты подумаешь девочки вечер но не обижайтесь у нас конец рабочего дня близится и уже конечно смотрите наношу тонко-тонко слайдер то запечатала торец сверху уже все по технологии и если хочу какой-то добавить вдруг шармика то же самое все стандартно просто берем qr-код да у меня тут модель хочет штрих-код я говорю сразу qr-код можно да и везде пропустят так обезжирила для того чтобы приклеить модели как она просит штрих-код мне не жалко мы должны удовлетворить потребность любого клиента вот есть штрих-код сушатин прям фотографии не буду говорить где так и все и сверху мы уже покрываем стандартно ну я матовым топом а вы просто любым топом и ноготочек по факту готов видите как удобно то есть мы не тратим время на дополнительный слой слайдер топа у нас получается с вами что прям на из бейс мы замечательно наносим наносим любой слайдер перевернуть можно смотрите топом старайтесь особенно матовым всегда проходить возле кутикулы дополнительно ну потому что если там у вас глянец останется будет конечно смотреться не так аппетитно не так идеально поэтому прошлись и сполимеризовали все все экспресс коррекция по факту но согласитесь сколько там времени при том что я на камеру все это делала вам рассказывала но смотрите сколько времени занимает по факту коррекция с дизайном да то есть два слоя небольших мы выложили базы нет цвета нет сверху слайдер то есть минус слайдер топ вообще идеальный вариант скоростного маникюра нанесли нанесли масло понятно что умножаем на 10 пальчиков так как у нас все таки с вами клиентов 10 пальцев но тем не менее это достаточно классный способ скоростного маникюра когда некогда а хочется цвет или дизайн вот прям куда пропали без ворсовые салфетки на сайте не могу ответить на этот вопрос девочки можете написать в директами official они вам ответят потому что я не обладаю такой информации к сожалению по поводу салфеток я даже не видела что они пропали вот потому что обычно мы закупаемся с запасом оптом на обычную камуфлирующую базу без слайдера можно ложить слайдер в принципе да в принципе да ну принципе мы раньше так работали мы раньше так в принципе и работали то есть камуфлирующие базы когда не было слайдер топа но сразу могу сказать что конечно адгезия слайдер топа в работе со слайдерами она круче то есть здесь адгезия тоже очень хорошая камуфлирующие базы тоже мы раньше на них наносили прям слайдеры когда не было вот этого момента и сверху мы закрепляли даже прозрачными базами поэтому в принципе да ну возможно просто не такая жирная дисперсия будет поэтому смотрите сами я все-таки наношу на слайдер топ даже с камуфлирующими базами здесь дисперсия проверенная носится все шикарно просто шикарно москве есть они пока еще есть на сайте у нас на сайте пока не вроде бы еще были по крайней мере с утра не вчера были смотрите потому что как мы уже проговорили все достаточно в небольшом количестве пришло поэтому успевайте они будут еще не переживайте кто не успел закупиться либо допустим вы захотите докупить все это будет еще дальнейшем просто чуть позже пока партия 2 тоже небольшая по поводу представителей тоже девочки директ эми офишал пожалуйста напишите и вам обязательно ответят где какие есть представители так еще раз покажу эти базы вот такие они волшебно красивые безумно их люблю если вопросы остались пишите пока я их выкладываю отвечу на вопросы и дальше потому что мы будем уже закругляться с вами ваши ногти отпад спасибо мне очень они тоже нравится я очень давно не делала себе что-то такое креативное потому что все время что-то тестирую все время что-то фотографирую на своих ногтях рабочие многоточки поэтому я прям отрывалась вот они оттенки этих баз базы действительно крутые девочки я ими сама работа без всякой рекламы просто вот как мастер мастеру я ими работаю они действительно классные мне приходили уже клиенты возвращались с этими базами стоит все шикарно даже у одной моей клиентки которая прям прям вообще практически ничего не носит мы подсели на эти базы потому что их она носит так что это вот действительно по-человеческий совет попробуйте просто попробуйте так получается гелевым клиентам не подходит если у вас будет гелевый внизу каркас то есть просто сделать свет допустим сэкономить время до экспресс маникюр сделать подходит то есть мы коррекцию то делаем я этот раз вот делала гелевому клиенту коррекцию захотели мы такой цвет быстро сделать мы не до конца сняли сверху нанесли из бейсы если на постоянку смотря какие ногти если короткие ногти возможно будет носиться потому что как я уже сказала каркас жесткий если у вас длина как у меня и гелевые были ногти и на постоянку снять и делать из без девочки это другая система другая жесткость это не гели это не классика понятно о чем я до планируем базы в другом цвете в других цветах пока это все в разработке будут конечно анонсы мы надеемся что все будет поэтапно наносить обезжирили nail prep ультрабонд и сразу базы я люблю базы это не наносить в два слоя первый слой тонкий везде все подвела второй слой уже более плотный промазали и ставим капельку с выравниванием все сверху слайдер закрепили слайдер и финиш все достаточно просто цвет 0 1 базы вот он цвет 0 1 базы он самый первый смотрите вот он бежевенький красивый такой прям вкусный бежевенький тепленький вот они все базы надеюсь я смогла ответить вам окончательно на все вопросы по базам еще неоднократно и у себя на аккаунте проведу эти эфиры по этим базам то есть рассказывать будем везде они классные поэтому если останутся какие-то вопросы пишите на все вопросы мы вам ответим спасибо вам за внимание это не лимитированная коллекция планируем что это останется также как файбер база останутся в нашей линейке базы крутые все девочки завершаю эфир всем хорошего остатка вечера всем пока